Говорится, что хвалящийся, хвались Господи. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. Потому что если гордость контролирует наше сердце, то мы хотим выглядеть хорошо. И если мы делаем что-то не так, то это большой кризис для нас. И люди это видят. И мы должны понимать и быть готовыми, что люди будут видеть, как мы ошибаемся. И вот эти две милые дамы, которых я вчера исправлял в классе, они были очень смиренные. Вчера, ну, вчера, а сегодня они хорошо себя ведут. Вот это смирение. Они сегодня все равно здесь. Но если у них была бы гордость, они бы не пришли сегодня. Правильно? И поймите, Бог собирается вас благословить. Это не в том смысле, что мы делаем что-то не так. Но дело в том, чтобы мы имели смиренное отношение. То есть, просим Бога, чтобы Он давал нам хорошую смиренную реакцию или отношение. Гордость заставляет нас быть не... Как это, елки? Нетерпеливыми. Вот, все. Я понимаю. Например, например, я стою в очереди, кто-то что-то очень медленно делает. Я остановлюсь, теряю терпение. Правда? Мое время очень важно. Или кто-то влазит вот впереди нас. Мне это не нравится. Я более важен. И мы находим вот эти реакции в нашем сердце. И есть очень много моментов, где мы можем увидеть, что гордость работает в нашем сердце. Однажды я был в очереди в магазин. И эта очередь продвигалась очень медленно. А все другие очереди как-то, ну, быстрее двигались. Я так долго стоял в этой очереди, что уже не хотел переходить, потому что думал, что если перейду в другую очередь, то там тоже затормозит. Я становился немного, начинал немного злиться и терпение терял. И я начинал думать, что не так с вот этим кассиром? Может, он инвалид какой-то или что? Но это... Но это страшная вещь, на самом деле, которую можно думать или говорить. Я уверен, что никто не имел никогда плохих мыслей, поэтому просто хочу рассказать, как это иметь плохие мысли. И вот я уже подхожу к... Моя очередь подходит. И это действительно был инвалид. И я просто ужасно себя чувствовал. Библия говорит, что если мы не смиряем себя, Бог вас смирит. У вас есть возможность или есть выбор. Выбор смиряться самим. Учиться смирению. Или Бог поместит вас в обстоятельства и смирит вас сам. Потому что Бог будет учить вас смирению, если вы хотите Ему служить. Легче всего увидеть гордость в каком-то другом, сложнее всего в самом себе. Я скажу еще раз. Легче всего увидеть гордость в каком-то другом, но очень сложно увидеть в себе. гордость заставляет меня смотреть на проблемы других людей, но не на мои проблемы. Если я нахожусь, что я очень сильно критикую других людей, часто это значит, что я не честен с собой и не смотрю на свои собственные ошибки. Люди, которые занимаются критикой, они чаще всего не смотрят на себя. Но человек, который честно видит себя и смотрит на себя, он имеет милость по отношению к другим людям. И Ешуа очень важное что-то сказал о милости. И Ешуа сказал, что столько милости, сколько вы даете другим людям, столько же получите сами. Если вы осознаете, что однажды вам понадобится чья-то милость, то задумайтесь над тем, чтобы миловать других людей. Отложите чуть-чуть милости в своем банке милости. Я сегодня, ну так, говорит, делайте так, что типа, я складываю сегодня в свой банк немножко милости. Это духовный закон. Давайте милость и будете получать милость. Если мы будем критиковать других людей и будем к ним довольно жестки, это Бог тоже будет к нам так подходить. Мы видим это в истории о блудном сыне. У старшего брата не было милости. Но отец был милостивый. А старший брат злой. И это было как бы противопоставление фарисеев и Бога, Доброго Отца Небесного. Михея 6.7 Три вещи, которые Бог требует от нас или ожидает от нас. Вы знаете, это место, очень хорошее место, писание. Любите милость. Любить милость, ходить справедливо и жить смиренно. Михея 6.7 Не, это не 6.7, подождите. Что? Восьмой стих? It's 8.8 6.8 Михея 6.8 Иногда просто разные по-разному в английской и в нашей Библии. Запишите эти три вещи и размышляйте над ними. Три вещи, которые Бог отжидает от вас. Сейчас, секунду. Откройте Библию. Напишите это на дверях или на холодильнике, чтобы, когда вы выходите из дома или подходите к холодильнику, чтобы всегда эти слова были перед вами. Чтобы напоминать вам. Ходить смиренно, мудренно. Любить милость, дела милосердия и действовать справедливо. Я люблю это, потому что это, на самом деле, очень просто. Смиренно, мудрение очень важно. Если мы не делаем эти вещи, то мы не можем пережить то, что Бог запланировал для нас. Но если будете делать это, то Бог может благословить вас. Он имеет возможность благословить вас. Другой признак гордости это ложное смирение или ложная духовность. Колоссянам 2, 16-19. Павел говорит о людях, которые хвастаются своим духовным опытом. Они используют свой духовный опыт, чтобы, как бы, унизить. Чтобы взять духовную власть над вами. Например, вы смиренные. И кто-то приходит и говорит о своем опыте, о том, что видит ангелов, и о том, что он переживает в духе. Вы можете действительно быть под впечатлением от такого человека. А теперь этот человек начинает говорить вам, что делать, начинает манипулировать. Вчера по телевизору мы видели, как показывали какого-то человека из Кореи, который сказал, что в нем течет крови шула. Он сумасшедший. У него бес, а не крови шула. И он учит о том, о чем нет, чего нет в Библии. И он, и мы увидели тех людей, а они под впечатлением. О, он духовный. И он говорит людям, что им делать, и они делают. И Павел здесь говорит о людях, которые имеют ложную духовность. И они хотят удивить вас тем, сколько они молятся, или как они постятся. Чтобы вы были под впечатлением. И чтобы вы чувствовали себя незащищенными и несовершенными. И после этого они начинают вам рассказывать, что вам делать. Это маска. Будьте осторожны с людьми, которые носят маски. Я, как я уже говорил, в Украине уже одиннадцатый раз. И каждый раз, когда приезжаю, то слышу, что новое учение, новые группы. И все бегут туда, чтобы послушать, что говорят. И я приезжаю через два года, и этой группы уже нет. И так постоянно. И постоянно одна и та же история. Вот эти люди очень духовные. Мы должны пойти к ним. Потом повторяется та же история. Знаете, о чем я вам говорю? Вы понимаете, да? Еще один пункт о гордости. Ага. 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 Годость, она вот заставляет нас распределять по степени важности людей. То есть вот этот очень важный, следующий, вот следующий за ним по важности. Потом опять другой. Так собаки делают, если они вот в стае. Самая главная собака. Потом его заместитель. И там следующий, следующий. И они все знают, как им нужно себя вести. И если одна собака как-то неправильно себя ведет, то самая старшая начинает ее исправлять. И мы точно так же делаем. Если нас контролирует гордость, мы смотрим друг на друга. Так, кто самый важный человек тут? И в своем разуме мы начинаем думать, а где же я нахожусь? Вот так мир действует. Если вы пойдете на вечеринку мирскую, и все люди там одеваются так, чтобы другие на них обращали внимание. И очень важно, как ты приехал на вечеринку. И так ты прибыл, хорошо выглядишь. Правильно? И попали на эту вечеринку, и теперь хотим определить, кто же самый важный тут. И знаете вот эту песню? Давай начнем вечеринку. Не знаю. Кто-то может ее спеть? Ну, в песне поется, что все ожидают, вот что я сейчас прибуду. Потому что, когда я зайду, я самая тут классная. Все кланяются. Я живу в Калифорнии. У нас много таких звезд. Это часть Духа тоже. Помните, я вам говорил, что в разных местах есть Духи? И разные духовные атмосферы. И там, где я живу, там очень много гордости в жизни. Но есть, например, всякие актеры очень известные, и они очень смиренные, и живут очень скромно. Вот моя жена недавно ходила в магазин. И возле нее там Джек Николсон покупал какую-то еду. Кто знает, кто такой Джек Николсон? Он очень хороший актер. И там, где я живу, в том месте, где я живу, где-то около 50 звезд, вот этих голливудских видел. Однажды, когда моему сыну было 10 лет, и он играл в футбол, был матч. И рядом со мной стоял такой небольшого роста парень, болел за своего сына. А кто-то спросил, знаешь, кто это? Я говорю, да не знаю, болеет за своего сына. Я не знал, что он очень известный актер, который снялся в более 100 фильмах. Обычные люди. Но мы одеваем маску. Я важный. Я более важен, чем ты. Не так важно, что я более важен, но более важно, что я важнее тебя. Пастыря так часто поступают. Я помню, я был в Техасе и встречался с пастырями. В Техасе есть много ранчо, там, где много коров. Чем больше у тебя коров, тем более ты важный. И говорят, что есть люди, у которых большая шляпа, но нет стада. Большая шляпа, но ни одной коровы. Понимаете? Так нельзя в Техасе. И был один парень в Техасе, у него была огромная ранчо. И у него было много коров. И он говорил с одним бедным мексиканцем. И он говорит, вот однажды я поехал до другого конца своего ранчо и целый день ехал и так и не доехал до конца. Что ты имеешь в виду, как трек? Трек, с трекомом. Да. Ага, окей, окей. И он говорит, что вот целый день ехал по этому ранчо. А мексиканец говорит, да, у меня тоже когда-то была такая плохая машина, что так постоянно останавливалась тоже и так тяжело было доехать. Он думал, что я не переведу, он сказал, что хорошо, что вы это самое поняли. И другая вещь о гордости. Если я, например, вижу гордость в ком-то, то моя гордость сразу поднимается. Если вы ведете по отношению ко мне себя грубо, то я тоже становлюсь грубым в ответ. Ты думаешь, что ты лучше меня? И что происходит? Вот это вот поднимается все. Такая грубость поднимается. Но вспомните, что мы говорили. Гордость — это вирус, который заразил весь мир. Это способ, которым враг контролирует целый мир. И последний момент о гордости. Второе Коринфянам 12, 9 стих. И гордость заставляет нас смотреть на себя в себе в виде только положительное и приводит нас к тому, чтобы мы не обращали внимания на наши недостатки. Также притча 16, 8. Гордость приходит перед падением. Если гордость контролирует нас в нашей жизни, то значит, мы можем упасть. Теперь о смирении поговорим. Я хочу вас научить одному духовному принципу. Если вы хотите победить Духа какого-то, вы должны реагировать как бы в другом Духе, в противоположном Духе. Римлянам 12, 17. И 21 стих. Павел говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Если кто-то находится под контролем определенного Духа, мы должны отвечать или реагировать в другом Духе. Библия говорит, что если кто-то очень злой и кричит, в притчах говорится, что нужно отвечать мягко. Если кто-то находится под контролем страха, то в Библии говорится, что совершенная любовь изгоняет всякий страх. То есть, похоть означает брать, а любовь означает давать. Если кто-то контролируем жадностью, то противоположный Дух — это щедрость. И какой же противоположный Дух, который противостоит гордости? Хумилотия. Смирение. Если дьявол пришел на землю и заразил всю землю гордостью, и контролирует мир через гордость, а Бог тоже захотел исправить все и прийти на землю, так как Он пришел? Как Он пришел победить этот Дух? В другом Духе, противоположном Духе. Вот что Ишуа сделал. Он пришел в смирение. Он жил кроткой жизнью. Что Он делал? Он не брал силой то, что было Его, но Он служил. Он двигался в Духе смирения. Он пришел в кротком Духе. И вот эта история о Рождестве говорит о том, как Он пришел, как жил там, где были животные. У Него не было даже статуса, чтобы родиться в маленьком гостинице. У Него не было статуса, как бы по-человечески, чтобы родиться во дворце. И единственное место, которое для Него нашли, это то, где были животные. Бог пришел на землю. Творец неба и земли. И Он позволяет себе родиться вместе в грязном хлеву. И это очень сильно. Если вы хотите быть духовным, иметь духовную силу, вам нужно понять, что ваша сила исходит из смирения. вы должны отвечать в противоположном Духе. Если вы противостоите людям в том же Духе, к которым они вам относятся, то это ком нарастает и нарастает и нарастает. Поэтому Ильшуа говорит, что когда люди делают вам зло, отвечайте добром. Потому что это разрушает ту силу, которой они могут влиять на ваше сердце. Если кто-то относился к вам плохо, и потом, когда вы размышляете над этим, вы расстроены. И можно целую жизнь прожить, размышляя, в смысле, дни целыми, целыми днями думать о том, что человек плохого сделал вам. Вы становитесь заключенным и становитесь зависимым от этого события. Вы обижены. Но если вы делаете добро тем, кто делает вам зло, вот так вот, вы становитесь свободными. Вы становитесь свободными. Понимаете, что я говорю? Это больше нужно вам, чем им. Потому что таким образом вы освобождаетесь. или вы проведете всю свою жизнь в злости и обиде или боли. Люди, которые причиняют зло, они чаще всего больше не думают об этом. Они живут моментом. Они продолжают делать то, что они делали. Им все равно на вас. Они заботятся только о себе. А вы сидите в углу и несчастливы. Как заключенный. Поэтому Ишуа говорит, что если кто-то вам говорит идти одно поприще, идите с ним два. Ты меня не победишь. Не разрушишь. Я не буду побежден твоим духом. контролирует меня, но он не будет контролировать меня. Я буду свободен. Понимаете, да? Когда Ишуа пришел на землю, он ходил в смирении. Он подставлял вторую щеку. Если вы понимаете, кто вы, вы можете это делать. Помните, вначале я говорил о самоопределении. Если вы знаете, что Бог вас ценит и любит, и вы понимаете, что вы очень важны для Бога, вы не теряете свой статус, когда делаете хорошие дела плохим людям. Правильно? Если я оцениваю свою жизнь и сравниваю ее с миром, таким образом, мое счастье контролируемо миром. А Ишуа учит нас как быть свободными. Как иметь радость мир. У нас может быть улыбка на лице, потому что этот мир не контролирует нас. Люди, с которыми мы живем, не контролируют нас. Матфея 11-29. Ишуа говорит, что научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. он не отдал свою личность, как бы, не предал. Он просто отдал определенное уважение и привилегии, лишил себя сам. Если вы хотите быть духовно сильной личностью, вам нужно быть готовыми, что вас не всегда будут уважать. Не всегда будут к вам относиться так, как нужно. Но когда такие вещи случаются, там есть место для благословения и возможность. Это возможность для благословения, когда вас не уважают. и вы покоряетесь и ходите в смирении, Бог высвобождает больше силы в вашей жизни, больше авторитета и власти. Аллилуйя! Это разные способы взгляда на жизнь, но это Царство Божье. Это так будет всегда. нам нужно освободиться от мира, от мышления мира, как люди в церкви подумают. Вы знаете, что многие церковные системы, они основаны на гордости. знаете, вот я путешествую по церковному миру, и те, кто важными, считаются, у них есть титулы какие-то. сотрудничают с миссионерской организацией в мире. Я сотрудничаю с самой большой миссионерской организацией в мире. И я в хороших дружеских отношениях с лидером этой организации. и у меня нет титула. Мне не нужен титул. Зачем он мне? Я просто иду и делаю те хорошие дела, которые Бог приглашает делать. Правильно? Зачем вам титул? Но все в церкви хотят иметь титул. чтобы мы поняли какой собакой мы являемся. Большая собака или маленькая собачка? Перерывчик, да? И вернемся. Пусть Бог титул.